5 знаков зодиака, которые любят командовать другими людьми. Кто такие представители зодиака, которые всегда хотят принимать решения и возглавлять парад? Посмотрите 5 знаков зодиака, которым всегда хочется командовать. Принятие решений является ответственным делом, и не каждый возьмет на себя трудную задачу нести полное время ответственности и последствий, однако есть люди, которые всегда готовы возглавить, и они не просто хотят этого, они этого требуют, никаких компромиссов, никакой возможности другого развития ситуации. Козерог Козерог очень хорошо привязан к хорошо выполненной работе, а если брать на себя ответственность некому, не ждите, что он будет стоять и ждать второго приглашения. Проблема в том, что козерог предъявляет высокие требования, иногда даже нереалистичные, как к себе, так и к другим. Он никогда не примет импульсивное решение, и каждый шаг его пути будет хорошо продуман. Они дисциплинированы и ожидают того же от окружающих. Прежде чем приступить к делу, они сначала обдумывают и даже записывают каждый шаг. Ожидайте, что они попытаются предвидеть все хорошие и плохие сценарии. Хотя их поведение часто граничит с паранойей, будьте уверены, что если все в их руках, работа будет сделана. Лев Нет другого пути, кроме моего. Это девизы льва. Лев – прирожденный лидер, и роль лидера приходит к нему естественно. Самое ценное качество льва – его способность делегировать полномочия. Всегда можно ожидать, что они дадут определенную задачу идеально подходящему человеку для выполнения этой цели. Львы хороши в общении, поэтому от них можно ожидать твердой, но демократичной руки. Готовы выслушивать, оценивать и быстро принимать решения. Львы идеально подходят для руководства любым проектом. Водолей Водолея – другой взгляд на мир. Он уверен, что знает, что делает практически в любой ситуации. Этот представитель зодиака настаивает на альтернативных подходах к каждой проблеме. Интересно, что Водолей не ждет, пока кто-то назначит ему руководящую должность, а сам идет и восседает на ней. Их подход импульсивен, часто без ограничений и предубеждений, даже если они проиграют или потерпят неудачу, это не повлияет на их самооценку. Телец Телец отличается упорством. Они никогда не возьмут на себя инициативу в ситуации. Но если они увидят, что в этом есть необходимость, или вы спросите их, они немедленно придут и возьмут на себя управление. Как только они придут и возьмут все под контроль, они не сдадутся. Вне зависимости от сложностей и обстоятельств тельцы будут двигаться вперед. Они готовы искать альтернативы и вести за собой всех. Тельцы – это люди, которых бы вы хотели увидеть на своей стороне. Овин Овин не входит в число самых терпеливых знаков зодиака. Они не будут стоять и просто ждать, пока кто-нибудь возьмет все под свой контроль. Они возьмут на себя инициативу при первой же возможности. Отсутствие терпения иногда играет с ними плохую шутку, но у них врожденное чувство лидерства и уважения к другим. Обретя контроль, Овин будет работать над совершенствованием, становиться лучше и хочет знать, что он заслуживает своего места как в собственных глазах, так и в глазах окружающих. 5 фактов о женщине раки Факт номер один Раки любят мягкие ткани. Одежду, которую предпочитают женщины раки, можно характеризовать словами «мягкая», «женственная», «классическая», «мягкая», «белая» или пастельных тонов одежда вполне соответствуют глубоко эмоциональному раку. Факт номер два Раки очень эмоциональны. Рак самый эмоциональный знак среди всего зодиака. Их трудно обмануть, но легко обидеть. Типичные раки эмоциональны, восприимчивы, рефлексивны и очень зависят от окружения и обстановки, обладают тонким эмоционально-интуитивным восприятием мира, и ощущения его редко подводят. Факт номер три Женщина-рак – замечательная мама, хотя чрезвычайно заботлива Женщины-раки испытывают к своему ребенку сильные материнские чувства, окружают их заботой и вниманием. Своим богатым воображением она открывает перед своим ребенком красоту жизни. Женщина-рак любит рассказывать сказки и даже выдумывает новые эпизоды в этих сказках. Она хорошо понимает внутренний мир своего маленького ребенка. Женщина-рак может потакать ребенку и выдерживать его бесконечные шалости и непослушания лишь до определенного момента. А затем она становится строгой, может накричать и отшлепать. Факт номер четыре Часто живет прошлым Сверчерпительный рак порой в своих мыслях теряет нить реальности и погружается в свои думы, мечты и воспоминания о прошлом. Его грудь носит патологический оттенок, так как все раки живут чувствами и эмоциями. Все, что случается, рак пропускает через свое израненное сердце. Любая деталь, любая мелочь не ускользает от его чуткой и ранимой натуры. Это мешает раку по-настоящему почувствовать себя счастливым человеком и принять все радости жизни. Факт номер пять Раки очень обидчивы Если составлять рейтинг самых обидчивых знаков зодиака, на первом месте, несомненно, окажется женщина-рак. У нее настолько нежная, впечатлительная душа, что окружающим нужно проявить недюжинное чувство такта и чуткость для того, чтобы не обидеть ее. Женщины-раки очень эмоциональны, поэтому обижаются часто, но наказывают, как правило, не обидчика, а себя. То есть просто замыкаются в себе и в одиночестве страдают, переживая обиду и в очередной раз приходя к выводу, что мир жесток. Друзья, право верить звездам или нет, оставляем за вами, а мы вынуждены попрощаться, чтобы продолжить поиски увлекательных тем, которыми впоследствии сможем поделиться с вами. Хорошего дня и до новых встреч!